Доброго утра всем, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа» на календаре. Вторник, 28 января. Сегодня Церковь вспоминает преподобного Иоанна Кущника, святого Христа ради, сделавшегося нищим, будучи от рождения богатым и знатным. Удивительное житье, очень советую с ним познакомиться. Вообще, житья угодников Божьих в большинстве своем восхищает высотой подвигов и помогает осознать собственное несовершенство. Некоторые святые представляются нам недосягаемо далекими, некоторые близкими и родными. И у многих из нас есть любимые святые. С просьбой рассказать о своих любимых святых я обратилась к прохожим на улицах Екатеринбурга моя коллега Светлана Ладина. Есть любимые актеры, писатели, ведущие. А есть у вас любимый святой? Николай Угодник. Почему он? Ну, потому что он, скажем так, близко всем проблемам, то есть у него можно попросить все, что угодно. Семен Верхотурский. А почему он? А вот он мне помог. Как-то я вот... Это мне болело я очень. Чувствовала себя очень плохо. Ничего не помогало мне. И вот вспомнила, что у меня вода была из источника. Я ходила туда, на крестный ход, когда перенесение мощей было Семена Верхотурского. И вот вспомнила, что у меня еще оставалось немного этой воды. Вот так вот закрыло. Мне плохо. Я закрыла вот так глаза. И он у меня перед глазами, Семен Верхотурский. Вот я вот так вот разговариваю, будто с ним. Миленький, Семен, помоги мне. И я вспомнила, что у меня вода осталась. Я выпила буквально глоток, и у меня поднялось давление. Мне сразу легко стало. Я почувствовала. И вообще выздоровела, можно сказать. Вот мне помог. Святая Екатерина. А почему? Ну, я студентка, и часто к ней обращаюсь. Ну, как... Помогает? Конечно. Да, Святой Петр и Святая Дева Мария. А почему Святой Петр? Ну, это долгая история, на самом деле. Ну, как бы вам объяснить? Просто у меня вот есть сосед, его зовут его Петр. Он очень просто хороший человек, и он очень похож на Святого Петра. На апостола Петра похож? Ну, он как бы своим внутренним миром на него похож, поэтому мне нравится этот Петр. А есть у вас любимый Святой? Не знаю даже, нет, не знаю. Да, я вообще как бы некрещеный. Я даже не знаю тоже. Далёк от этого. Они все любимые, потому что они все святые. Начнём с того. Семья Николая Второго, она тоже, как сказать, к лику святых представлена. Ну, я не могу сказать, что они любимые, что я там фанат, да, культ какой-то. Ну, я, скажем так, раз верующий человек, я должна, я в них верю и уважаю. И когда я в церкви, я обязательно подхожу ко всем, никого не обделяю. Спасибо всем участникам опроса, сколько искренних свидетельств о помощи святых прозвучало. Те, кто любит читать «Життя святых», знают, что они бывают очень похожи друг на друга. Ну, например, нередко святители или преподобные рождались в благочестивых семьях. И с детства было ясно, это необычное дитя. Ну, или возьмем «Життя мучеников». В эпоху гонений пострадало за Христа огромное количество верных. Собрать сведения о жизни каждого, даже их современникам, это было невозможно. Часто о том или ином мученике, составителе «Житей» знали только то, что человек был христианином, что его арестовали, принуждали отречься от Христа, подвергали пыткам и приговорили к смертной казде. Но он остался христианином. В этом судьбы мучеников были схожи. Других же сведений порой просто не существовало, а потому и жизнеописания большинства пострадавших за веру христиан выстраивались по этой краткой схеме. Кроме того, часто единственным источником, где можно было подчеркнуть сведения о жизни, особенно о кончине того или иного мученика, были так называемые «мученические акты». Это записи римских правоохранительных органов, которые судили и вносили смертные приговоры христианам. Кстати, то же самое с новомучениками. Часто источником их жизнеописания являются дела следственных органов, также всегда схожие и однотипные. И все же за каждым, даже крайне скупым свидетельством, стоит боль и надежда, вера и верность конкретного человека, в какое бы время он ни жил, каким бы образом ни подвязался. Когда читаешь «Житие мучеников», всегда возникает вопрос, а вот откуда у этих людей было столько мужества, чтобы они могли перенести все те мучения, которым их подвергали? И хватит ли у нас сил, если вдруг случится что-то подобное, так же достойно, мужественно и по-христиански это перенести? Совершенно очевидно, что одних собственных сил при любых испытаниях не хватит. Нам нужна всемогущая помощь Божия, которая дается тем, кто близок к Богу, кто живет по Его заповедям. Кстати, из Евангелия мы знаем, что грешников Бог не слушает. Поэтому Христос, предупреждая людей о последнем огненном испытании перед концом мира, говорит «Бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать будущих бедствий». Бодрствовать и молиться как раз и означает жить по заповедям Божьим, вести христианскую жизнь. И помочь нам в этом всегда готовы святые. Они рядом с нами, когда мы читаем их творения, узнаем об их жизни, обращаемся к ним с молитвой и стараемся, насколько возможно, подражать их подвигу. Если вы спросите у кого-нибудь «Ты знаешь Игоря Растеряева», то чаще всего услышите в ответ «А, это тот деревенский с гармошкой» и «Веселые у него песни». Подразумевается, конечно же, песня «Комбайнеры», принесшая автору-исполнителю Растеряеву интернет-популярность. Но немногие знают, что этот парень с гармошкой – коренной петербуржец, еще и актер театра и кино. А своими песнями, как мне кажется, Игорь Растеряев вовсе не пытается развеселиться. Он поет о судьбах России и любви к родине, о жизненных ценностях и вере в Бога. Игорь, кстати, два года назад приезжал с концертом в Екатеринбург и нашел время, чтобы посетить телеканал «Союз». Наши постоянные зрители, я уверен, помнят то выступление. Ну а сейчас мы с вами посмотрим клип на новую песню «Безрукавочка». Ночное небо «Безрукавочка» 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 «Прилег в пути набраться сил». А на своей «Безрукавочке» «Прилег в пути набраться сил». Я, как и все, в пути скитаний свой прохожу земной урок. Чтоб, как и все, кричать в отчаянии и думать, как я одинок. Чтоб, как и все, кричать в отчаянии и думать, как я одинок. Чтоб лишь последнее мгновение, Уж отрываясь от земли, Вдруг осознать, как откровение, Что я не шел, меня вели. Отдать свою, да безрукавочку, Чтоб кто-то тоже поносил. Уйти к тому, кто небо звездами, Как сахарком поморосил. Уважаемые зрители, искренне надеюсь, что вам понравилось. Ну а те, кто впервые познакомился с творчеством Игоря Растеряева И хотел бы знакомство это продолжить, Могут посетить, например, официальный сайт «Певца». На этом наша четверть часа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok